Всем привет, друзья! С вами снова Добро Макс и Максим. Максим, поприветствуй всех. Всем привет! Ну что ж, напоминаю, что мы проходим замечательную игру Первый Темплиер, и нам нужно пройти три испытания. Одно из них мы прошли в предыдущей серии, второе мы сейчас заканчиваем проходить, насколько я понимаю. Так что, в общем-то, побежали вперед. Отлично. Что-то мне не нравится это пустое помещение. Да. Третий, наверное, будет какой-нибудь босс. Да, совершенно верно. Так, и, кстати говоря, Максим, подлечись, здесь есть такая возможность, потому что у тебя еще один шарик. Не заполнен. Тут еще, видишь, на карте есть следы. Да. Да, вон, на этой мини-карте. Да, как лучшую. Отлучник. Да. Не вовремя. Отлучники всегда не вовремя. Так, нет лучника, да? Еще один. Круто. Сделали. Так, еще один лучник где-то, да, если ты говоришь? Нет, я. А, ты уже с ним разобрался, да? Круто. Так, здесь ничего интересного нет. А, видимо, такие фортификации какие-то были, да, то есть для того, чтобы встречать врагов. Видимо, здесь бились до последнего. То есть тот, кто проникал через вот тот вход, соответственно, получал град ударов. Мне это напоминает немножко тему «Властелина колец», когда они там стояли до последнего, да? Так, Максим, ты далеко? Я тут рядом. На корне смотрю. Смотри, посреди зала растет огромное дерево. Да, вот оно как-то здесь давно уже никто не бывал. Круто. Так, ну что ж, побежали наверх по лестнице. Я думаю, что сейчас у нас будет возможность продемонстрировать свое боевое искусство. Так, давай почитаем. Испытание веры. Так, отлично. И там тоже испытание веры, да? Да, совершенно верно. Интересно. Испытание веры – это то самое, что было в Индиане Джонсе. Когда ему нужно было пройти по... А, вот смотри, здесь есть следы, да? Да. То есть, получается, значит, если ты веришь, что ты пойдешь по этим следам, и тебе не будет никакого урона, да? Оп, нет, урон есть. Все-таки урон есть, да? А, ну вот смотри, теперь они хотя бы попеременны стали, да? Ой. Да, это кошмар. Прыгнуть здесь никак нельзя, я смотрю. А смотри, этот... А, источник нет, все-таки погас. Это я попил его, потому что у меня кончились жизни. Понятно, понятно. Так, вот здесь, наверное, есть система, смотри. Здесь вроде тоже есть. Ну, с другой стороны, система хоть и есть, но пробежать до конца здесь вряд ли получится. Блин. Да. Ничего, такое испытание. Я вот смотрю, знаешь, и даже не могу понять, каким же образом здесь нужно проходить. А, ну вот сейчас понятно, что нужно завернуть направо, но... Так, ну мне-то надо там до середины дойти. А у тебя здесь... Да, смотри, вот там тоже... Так, забавно. Надо одному сюда идти налево, а другому направо. А, одновременно, да? Нет, потому что у нас есть ворчага с двух сторон, да. Так, ну что ж, ладно, единственный способ, который я вижу, это просто попробовать пройти. Да. Эп. Так, я пытаюсь это сделать вот медленно. Смотри, смотри, Максим, что нужно сделать. Держи контрол, то есть осматривайся, и иди прямо по следам. Иди медленно, бежать не надо. И прямо перед тобой будет... То есть медленно, когда проходишь, прямо перед тобой будет опускаться и больше не подниматься колье. Не отпускай контрол, самое главное. И медленно иди. Я упал. Ага, круто. Так, ну как ты там проходишь? Нет, я упал. Без жизни. А, ты без жизни, то есть тебя восстановить нужно будет. Ну ладно, не вопрос. Сейчас тогда я уж не буду назад возвращаться, да? Да. Тут мы сейчас, наверное, проиграем. Ну да. Просто вон... Там. А, то есть нужно вовремя просто восстановить, да? Вовремя, да, восстановить. А. Так, ну значит заново, ладно, хорошо. По моим данным. Ну, мы сейчас в любом случае появимся, наверное, там, на этом испытании, да? О, около скрижалей, скорее всего. Да, совершенно верно. Значит, смотри, Максим, понял, да, как нужно проходить? То есть подходишь, прям медленно нажимаешь... Точнее, медленно... Не медленно нажимаешь, а нажимаешь контрол, не отпускаешь его. Вот. И медленно подходишь, самое главное, к... Кольем, и тогда они... А, да, они... Видишь, да? Они не бьют, да, они... Они... Нет, ты не беги, не беги, самое главное медленно проходить, потому что если ты побежишь, то ты наколешься. Вот, отлично. То есть какое-то время нужно подождать, и это препятствие уходит. Получается? Да. Круто. Так, ну что же. Где-то что-то поднялось. Решетка с моей стороны. А, да, совершенно верно. То есть без тебя я в любом случае не смогу пройти. Сейчас, скоро. Так, отлично. Ну что ж. Продолжаем. В том же духе. Да, это действительно испытание веры. Потрясающе. Потрясающе. Я обожаю эту игру. Осторожней. Самое главное не бежать. Круто. Самое главное дойди, Максим. Я дошел. Ага, отлично. Ой, да. Испытание неплохое, по-моему, да? Ясно. Да. Ну ладно. Давай. Так, пожалуйста. Опять какой-то саркофаг. И рычаги. Да, второе испытание мы удачно прошли. Я надеюсь, что до конца серии мы пройдем и третье. Так, а куда же мы должны... А, наверное, где-то здесь мы должны сейчас пройти, да? Потому что... А, нет. Коли по-прежнему поднимаются, опускаются. А где же мы должны сейчас пройти эти разы? Где сундук? А, воник. Так, отлично. У меня тут проблемы. Так, добивать его не надо? Нет, не надо. Все отлично. Так. Смотри, у нас есть на карте сундук поменьше. Так, подожди. Давай зайдем вот сюда и будем здесь биться. И к нам снова бегут от соседей. Ну, они там уже половина умерли, на самом деле. То есть они накололись на поле. Да. А, я думал, они будут поумнее. Так, скорее всего, будет еще одна волна, да? Как думаешь? Да, уже очки получили опыта, так что. А, ну вроде бы да. Так, и куда же мы должны пробежаться? Смотри, здесь вот есть стена, которую можно ломать, но я не могу снимать. Видимо, это еще рано. Там за ней есть внук, может. Да, 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 совершенно верно. Ну, наверное, нужно еще что-то сделать здесь. Так. Ты не видишь место, куда мы могли бы попасть вообще, в принципе? Где-нибудь, может, какая-то дверь опустилась или еще что-то? Я вот не вижу вообще. Может быть, все-таки нужно... Вот, решетка есть такая у вас. Это понятно. Но надо, видимо, рычаг как-то по-другому поставить. В другое положение, нет? А вот смотри, есть нажмите Q, чтобы отпустить. Странно. Нет, здесь какая-то загадка. Видимо, они должны в разных положениях, опять же, находиться. Максим, подожди, вернись на секунду. Может быть, мы попробуем одновременно с тобой эти рычаги использовать. Давай? Давай. Видишь, мы отпускаем, и что-то где-то поднимается, наверное, или опускается? Это вот, это, это, колонна-то опускается, поднимается, наверное. Какая колонна? Которая с рычагами. Ну, в третьем испытании, во втором испытании, которое опустилось заставку. А, ты думаешь? Да. Тогда как же мы должны пройти здесь? Это очень странно. Ну, здесь, наверное, так же. Контрол. Нет? Вот, смотри, я нашел, как взаимодействовать со стеной. А, как? Она почему-то появилась теперь. Да, 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 странно. Видимо, когда мы опустили, то тогда, собственно, все и сработало. Так, почитаем? Да. Хроники тамплиеров. Этот мир принадлежит мужчинам. Вступил в орден тамплиеров, чтобы защищать христианский мир. Я должна была стать монахиней, ведь в орден тамплиеров могли вступить только мужчины. И при вступлении мой муж дал обед безбрачия. Говорят, он уже никогда не поцелует женщину. Ни меня, ни мать, ни сестру. Поцелуи считаются неприличным занятием, возбуждающим опасные страсти. Мужу запретили даже смотреть на женщин. Жанна де Вержи. Понятно. Ну, на самом деле, я могу что сказать? Что, конечно, этот выход не для меня. Я как бы безбрачия не приемлю. Но все равно я частично восхищаюсь теми людьми, которые вот так вот готовы отринуть все земное. И как бы, ну, просто повинуясь Вере. Отказаться от мирских каких-то утех. Бегу, бегу, бегу. Так, и ты думаешь, там дальше что-то есть, да? Ну, сейчас я гляну. Давай посмотрим. Да, здесь открылась решетка. Отлично. А ты не хочешь сначала подлечиться, Максим? Да, можно. Здесь еще какой-то маячок у нас есть, маркер. Ну, видимо, там... Ну, давай попробуем по нему пробежаться, конечно. Но я не вижу, где мы могли бы что-то там найти. Где он? Где-то в этой стороне, да, я так понимаю? Да, где-то там он. Ну, скорее всего, мы там еще пройдем. Рычаг никак использовать нельзя. И стены никакой, с которой взаимодействовать можно было бы нет. Ладно, побежали. Пойдем. Попробуем пройти испытание. Так. Вот эта решетка поднялась, да? Да. Так, и сейчас нам помешают. Как обычно, ассасины. Подожди секундочку, не беги. Они там стоят. Может быть, мы попробуем их скрытно каким-то образом убить. Немножко осмотримся сначала. Так, ну здесь ничего ценного, я смотрю. Так, ладно. Максим, ты здесь? Да, я буду. Да-да-да. А, давай аккуратненько крадемся. Так, значит, ну, на самом деле, я думаю, не получится так сделать. Потому что один ассасины смотрит на нас. Какой-то он тяжелый попался. Да. Так, ну что ж, побежали дальше. Всю жизнь не уйдет. Так, 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 и там что-то слышно такое опять приятное. Так, мимо, это, это, да, это мы уже знаем, как приходить. Так, знаем-то, знаем, но не забываем, да. Да что ж такое, они вечно бросают туда-сюда. Да что ж такое, меня тоже. Я всю жизнь потерял. Я тоже. Блин. Я тоже тоже такое. Ну все. Ай. Элементарная, казалось бы, вещь, да? Но дело в том, что она отбрасывает не так, как это нужно. Отлично. Так, я подожду немножко, когда жизнь восстановится. Угу. Так, а мне можно, наверное, помолиться попросить? Помолиться, да. Нет, у меня недостаточно шаров, у меня шаров ярости вообще нет. Ой, я прошел. Отлично. Так, сейчас я тоже это сделаю. Супер. Почему нельзя было сделать это в первый раз, понятия не имею. Казалось бы, это элементарная вещь, да? Ну, как обычно все. Все на элементарных вещах. Так, ну что ж. Давай вперед. Здесь рычагов никаких нет. Так, в этом зале мы только что были, да? Да. Там вот, трупики. Угу. Бедные ассасины. Можешь поиграть. Ассасин Крит новый. Ну да, скоро он выйдет. Так, давай почитаем. Там испытание тела. Ага, третье испытание, испытание тела. И как раз круто его проходить, когда здоровью, что у меня, что у тебя на минусе. Так, тут ничего такого нету. Угу. Ага. Так, сейчас зайду. Ну так, смотрите, сюда еще можно есть какой-то проход. Давай зайдем. Здесь есть маленький сундучок. Ну, сейчас мы его откроем и что-то опустится, да? Он неактивный. Наверное, он активируется тоже чуть позднее, получается так, что ли. Да, забавно. А что же нам с ним делать? А, здесь мы идем еще проход вниз, вот есть как раз нам, по маркеру. А мы там и здесь все смотрели. Да, вроде бы, да. Да? Ну ладно. Так, здесь очень много... Так, где их отлично. Вовремя. Здоровья нет. Ничего нет. Так, да что же они постоянно прыгают? Так. Супер. Так, а где же у нас испытание тела, мне интересно? Нам нужно каким-то образом вернуться туда, наверное, да, Максим? Как думаешь? Давай вернемся. Потому что мы, кажется, да, там поднятая колонна одна. Ой, да. Там есть две птички. А, да, давай, кстати говоря, восстановимся сначала. Да нет, нет, лучше сейчас, я так думаю. Потому что что там впереди, что там за испытание тела, вообще непонятно. Здесь еще есть две, где-то спрятаны, вот за вот этими решетками, я так полагаю. Вот. Да, давай. А, кстати говоря, мы уже можем использовать рычаги. Ну, надо все три. Ну да, разумеется. А пока не будем дергать их. Ну да. Здесь какой-то проход еще есть небольшой. Но в нем ничего нет полезного. Пойдем на испытание. Да, пойдем. Так. А, ты уже наверху? Бойстар? Да, да, да. Да, да, я помню про то, что у Марии есть специальная способность появляться внезапно в неожиданной месте. Так, ну вот сундук куда-то вот. Ладно. Я так думаю, мы его потом, скорее всего, откроем. Ну, мне так кажется. После испытания тела? Да, совершенно верно. А, ну вот, здесь вот мы еще не были, кстати говоря. Вот его испытание. Так, давай мы, значит, осмотримся. Ой-ой-ой. Так, попробуем. Да? И познайте истину про некий темплиеров. Дорогой племянник. Если ты хочешь вступить... У нас еще много таких. Ну да. Помни, что мы не похожи на тех крестоносцев, которыми ты восхищаешься. Если ты хочешь стать рыцарем нашего ордена, ты должен стать и монахом. Будь готов к тому, что тебе придется стать аскетом, дать обеты безбрачия и абсолютного поведения. У тебя не будет личного имущества. Ты должен будешь отказаться от мирских удовольствий, от личной жизни, расстаться с женой и родичами. Хочешь ли ты жить такой жизнью? Ну, вот как-то так. Да. Так, ну что ж, пошли на испытания. Пока. А, и только что это за испытание будет, честно говоря, мне оно, я думаю, не понравится. Так, куда-то сюда. Ну, сюда пришли, по-моему, да? Да-да-да, совершенно верно. Вот, все, мы здесь. Испытание тела. Неожиданное испытание, да? Так, надо посмотреть, что это за система. Ну, здесь просто, да. Слушай, круто, а ты вот прошел? А, нет. Как дела? Да пока нормально. Вот за ней беги прям за этим попором. Я понял. Круто, пробежали. Так, а что за рычаг? А, вот рычаг. Так, ну, видимо, сзади все сейчас замрет, нет? Нет, впереди все замерло. А, спереди все замерло. Отлично. Но это ненадолго, я так полагаю. Ай-ай. Так, здесь тоже замерло. Ай-ка-ка-ка. Отлично. Так. А, вот смотри. То есть, здесь вот ловушки, видишь, да, высвечиваются? То есть, нам нужно просто сбоку оббежать, и все. Да, круто. Так, смотри. А подожди секундочку, Максим. Смотри, там тоже есть какой-то закуток. И, может быть, там тоже рычаг опустить надо. Или нет? Или сначала за сундуком сбегаем. Вот сундук лежит. Давай, попробую я. Давай-давай. Ну, это, по-моему, просто, на самом деле. Ну, да. Тысяча очков опыта. Тысяча очков опыта. Нам нужно будет прокачаться все-таки. Да. Ай-ай. Осторожно. Так. Они издеваются, они издеваются. Да. Вперед было легче. Да-да-да, совершенно верно. Ай-ай-ай-ай-ай. Так, ну, ты дождись, когда, да, там, крайне начнут уходить. Да, вот так вот. Все, супер. Так, а побежали? Да. Все, ты прошел? Да. Рычажок. Отлично. Так, нам пока... Нет, я все-таки подлечусь. Давай, у меня тут все-таки полный. Ну, это то же самое. А это... Это легко. Да, это просто... Так, подожди, я там что-то еще вот направо есть. Да, давай попробуем туда сбегать. Тут закрытая решетка все равно. Нет-нет-нет, наверху я имею в виду. Посмотри, где я ставил. Или ты, или ты про... Про ту решетку, которая там. А, ну, здесь смотри. Ой, что ж такое? Это вот смотри. Это вот по бокам стоят такие штуковины. И вот из них как раз и вылетает, соответственно... А, вот они, вот они. Видишь, я подсветил их. Отлично. Используем рычаги. Вот. Вот оно, это испытание. Это было легче, чем на дому. Ну да, совершенно верно. Так, ну что ж, побежали дальше. Да, сундуки мы все взяли. Ну, сейчас нужно удаловать. Решетка открылась. Вот это вот. Угу. Так, ну что ж, побежали вниз. Ну, что такого интересного нет? А, мы отсюда дошли. Да, да, да. Так, отлично. Все оказалось чуть проще, но хотя... А, это будет за нами. Ой, ну понятно. Так, глушники. Разберешься? Да. Круто. Побежали? Пойдем. Сундук? Так, да. О! Ну, это было очевидно, но сейчас мы эту стену просто разобьем и все, я так полагаю. Костюм дворянина. Но это, наверное, уже мне. Или как думаешь? Да, тебе. А, нет, мне. Нет, да, мне. Так. Так, и мы оказались заперты. Надо было хотя бы одному остаться снаружи, насколько я понимаю. Что делать? Да, и на основу это не активно. Надо было реально кому-то одному оставаться снаружи. Вот это как с той стеной тоже так же, да. Угу. Так, и что делать? М-м-м-м. Да. Неужели это... Да. Бак в игре просто? Наверное, потому что, знаешь, недоступно. Ну да, ну да. Там с той стороны, скорее всего, это можно сделать. Причем не факел вот этого тоже недоступен. В принципе. Так. Да. Я-то, честно говоря, думал, что мы все-таки... Каким-то образом продолжим. Так, ну, подожди тогда секундочку. Я сейчас запись остановлю на секунду. Да, пускай она пока идет. Так, ну все. Продолжаем. Круто. Теперь, в общем-то, друзья, вы видите, немножко иной исход событий. Сейчас, я так думаю, что можно будет произведомодействовать со стеной. Хотя здесь нет ничего, никаких, ни рычагов. Так. Максим, какие предположения? Что нужно сделать? Потому что стена реально недоступна. Я думаю, может, у тебя какой-нибудь рычаг есть? Да, скорее всего, сейчас нужно просто спуститься вниз и попробовать это сделать. А поищи я пока посижу. Угу. Так, видимо, да, с Ильяну придется одному проходить этот момент. Как ни странно, причем. Ладно. Использую рычаг. Один рычаг используем. Второй. Защищайся! Так, отлично. И на меня напали ассасины. Придется одному. Я сижу в зуберти. Я понял, понял. То есть у тебя ничего там не появилось? Да. Ладно, это будет испытание бойца. Видимо. Так. Ну, мне пока непросто, скажем так. Одного я сделал. Если это баг, то его можно обойти и тогда... Когда я пройду, мы просто загрузимся в том месте, в котором это нужно сделать. Да. Контрольная точка после дойти, я имею. Да. Так, появился лучник. И вообще их довольно-таки много. Так, пойду-ка я с лучником разберусь, я так думаю. Потому что иначе мне не поздоровится. Так, отлично. С лучником справился. Так. Можно все-таки применить круговой удар. Отлично. Но только мне это мало помогло, честно говоря. Так, добил. Отлично. Побежали, побежали. Выменю их на открытое место. Отлично. Осталось только двое. Но это мощные такие двое. Так, откуда вы все беретесь? Ты не представляешь, сколько их здесь? Я даже не вижу карты. Так. Я не могу там. Так, 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 да что ж такое? Опять еще два шара. Здоровья. Отлично. Да. Мне всего два. Да что ж такое. Ну, у меня здесь есть обчечка, в принципе. Я смогу подлечиться. Если больше никто, конечно, не будет на меня нападать. Так, остался еще один. Я надеюсь, это все. Готов. Так, я пока быстренько попью и активирую еще один рычаг. Да, как-то нечестно получается, что они на меня одного нападают. Тем более схватка такая интересная. Жалко, что ты ее не видел. А вот смотри, как интересно, да? То есть это, видимо, ловушка и нужно было с обратной стороны этот ящик открывать. Я так думаю. Скорее всего, да? То есть не внутри находятся комнаты, а с обратной стороны. Не знаю. Мне так кажется, что там просто... Просто глюк. Не башелак, да. То, что стенка-то не ломается. Потому что она выглядит как та, которую нужно сломать. Ну да. Год господень 1099-й мы одержали победу над войском Фатемида. Боже, помоги нам понять, что же мы нашли. Готфрид Бульонский. Здесь мы построим крепость, чтобы карта не попала в чужие руки. Мой род будет хранить эту тайну до скончания веков. Уго, Дебили. Отлично. Сюда идут мамлюки. Ашкелон падет. Мы должны уничтожить то, что ценим больше всего. Господи, помоги нам. Ги Дебилин. Мой отец. Ги Дебилин – это мой отец. Ну, это логично. Мари, твой отец был здесь. Он знал тайну. Открой ее мне. Я ничего про это не знаю. Когда все это произошло, меня еще на свете не было. Нужно пойти в дом Дебилинов. Может быть, там мы поймем, что знал твой отец. То есть, каждый из тамплиеров, который здесь был, да? Каждый из трех. Ги Дебилин удалось невозможно создать оазис цивилизации посреди пустыни. Я мог бы представить себе, что чувствует Мари. Последнее в своем роду. Значит, это твой родной дом. Ну да, действительно, красивое место. Согласен. Не думала, что когда-нибудь увижу его. Все это время тайна Грааля хранилась здесь. Никаких тайн у меня не было. Только долгие счастливые дни. А у тебя какое было детство? Не знаю. Много лет назад со мной произошел несчастный случай. Я выжил. Но с тех пор ничего не помню. Я не хочу говорить об этом. Надеюсь, что Сарацина еще здесь. Надеешься? Это до сих пор мой дом. А вот они здесь чужие. Понятно. Ну что ж, друзья. Значит, на этом, пожалуй, мы сегодняшнюю серию закончим. Да, Максим? Да. В общем-то, что хочу сказать. Прошли мы, наконец-то, эти три испытания. Игра, по-моему, совершенно шикарная. Вы посмотрите, что у нас сейчас за спиной. Какой классный пейзаж. С этого места мы обязательно начнем проходить следующую серию. Ну что ж, а я напоминаю, что с вами был Добрый Макс и Максим. Максим, попрощайся. Всем пока. Да, всем пока. Увидимся в следующих сериях. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Не забывайте про группу ВКонтакте. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok